Привет-привет! Меня зовут Алекс, и вот что недавно со мной произошло. Сколько себя помню, нас было трое. Джек, Ник и я. Начиная с детского сада, мы всё время были вместе, и ничто не могло нас разлучить. Мы успели походить и на компьютерные курсы, и на лепку глиной, занимались футболом. В общем, постоянно были вместе. Мы время от времени искали новое занятие. Тогда-то мы и переключились на компьютерные и мобильные игры. Мы играли в Subway, Tetris, стрелялки, гонки. Всё, что попадалось под руку, подходило. Ник и Джек в некоторых играх попадали в самую высшую лигу, а это среди нас считалось настоящим достижением. Затем нашим новым увлечением стала игра Among Us. На моё день рождения родители, увидев мою страсть к компьютерным играм, решили подарить мне новую приставку. Я был счастлив, а ребята таки подавно. Мы сразу решили опробовать мой подарок. Новые джойстики и запах пластмассы — это что-то нечто. Мы играли часами напролёт. Даже забыли сделать домашние задания и поесть. После первой же игры у меня появилось незыблемое желание ещё и ещё играть в Among Us. Прям как зависимость. Примечательным было и то, что за всё это время мы ни разу не поймали предателя в игре. Меня это раздражало. Я чувствовал, как игра затягивает нас. Вдруг джойстики как-то странно засветились и нас ударило током. Как только я открыл глаза, то увидел перед собой Джека и Ника. Ник сказал, что мы переместились в игру, но как это произошло — непонятно. Мы находились в стартовой комнате. Ник, Джек, я, ещё оранжевый и красный персонаж. Двери открылась, началась игра. Мне выпала честь играть инженера, потому я то и делал, что проверял щитки и склеивал в них провода. Джек и Ник постоянно ходили со мной для безопасности. Раздался крик. Мы с ребятами сразу же рванули на помощь. Лужа крови и тела оранжевого. Далее мы сразу побежали в митинг-рум и нажали на кнопку вызова. Все собрались за столом. Мы как один проголосовали против красного. Но он стал отрицать вину, мол, он был в другой части здания и никак не мог это сделать. Нас было не переубедить, потому отдали свои голоса против красного. Но как только мы его выбросили в иллюминатор, то увидели надпись. Красный не был предателем. Я стал подозревать кого-то из ребят. Но это было исключено, ведь всё время мы были вместе. И это было просто невозможно. Наше расследование зашло в тупик. Мы услышали шорох позади себя. Я обернулся и стал рассматривать, что же было там в темноте. На заднем фоне стал мелькать синий персонаж, которого ранее мы, конечно же, не видели. Мы бросились бежать, но кажется, он был быстрее. Я перецепился и упал. Незнакомец вот-вот уже настигнет меня. Я стал кричать и закрывать лицо руками. Но затем я услышал голос отца. Я был в шоке. Ребята тоже не понимали, что происходит. Я стал кричать. Но каково было моё удивление, когда синий персонаж, которого я ранее не видел, говорил голосом моего отца. Он подошёл ко мне и помог подняться. Оказалось, что мой папа уже давно играет в Among Us. И что эта игра притягивала его как магнит. Папа сказал, что не хотел напугать нас. И что ему стыдно, что он скрывал это. Также папа сказал, что нам срочно нужно выбраться из игры. Но для этого нужно, чтобы я проснулся. Сначала я подумал, что мне послышалось. Но тут уже Ник и Джек ввязались в разговор и стали повторять за отцом. Просыпайся! Я стал кричать и просить, чтобы они оставили меня в покое. Когда я наконец открыл глаза, то увидел, как папа трусит меня и просит прийти в себя. Вокруг меня стояли мама, папа, Ник и Джек. Оказалось, я уснул от усталости просто во время игры. И вся эта история приснилась мне. Когда я вырубился, Ник и Джек продолжили играть. Но забеспокоились, когда я начал выкрикивать их имена. В это же время дома вернулись папа и мама. Вот это был жуткий сон. Стало страшно, что такое может произойти в реальности. Потому на всякий случай я спрятал новую приставку подальше. И решил, что теперь буду играть в Among Us иногда. И то только на телефоне. А у тебя было такое? Расскажи о своем опыте в комментариях.